1993 год. Вроде бы совсем недавно. Все мы были лишь на 20 лет моложе. И простое было время. Бои у Белого дома и не только. Денежная реформа Герасченко. В стране прекратилось обращение билетов Госбанка СССР и в Россию пришли новые деньги. Границы открыты, вступил в силу закон о въезде и выезде. Граждане России получили возможность уезжать за границу. Конфликт президента и парламента. Он тогда назывался съезд народных депутатов. В борьбе Ельцина и Хасбулатова побеждает президента. А вот Жириновский выигрывает выборы в Первую Государственную Думу. Россияне также голосуют за новую конституцию. В стране появляется и новый телеканал НТВ. Тульское телевидение переезжает из Новомосковска в Тулу. Выходит первая информационная программа «Репортер». Тульский политех стал университетом. При УВД создан ОМОН, отряд милиции особого назначения. Учреждена Тульская торгово-промышленная палата. Футболисты «Арсенала» уступают московскому локомотиву в одной шестнадцатой Кубка страны. Тулы и областью руководят два Николая – Тегливый и Севрюгин. Именно он, глава администрации Тульской области Николай Севрюгин, подписывает 5 ноября 1993 года постановление номер 499 о выборах депутатов Тульской областной думы. Выборы состоялись спустя месяц небольшим – 12 декабря. И вот в этих условиях мы в Тульской области в числе первых пяти регионов России сформировали свой законодательный орган и дали ему наименование Тульская областная дума. В областную думу были избраны депутаты по одному человеку от каждого района, неважно, большой район или маленький, был представлен одним депутатом. Я работал в то время первым заместителем губернатора Тульской области. Я лично пошел по избирательному округу Ленинский район, было пять кандидатов, но победил, а потом уже когда сформировался, так сказать, 29 человек депутатов меня выбрали председателем Тульской областной думы. Тульская областная дума обеспечивала законодательную поддержку реформам социально-экономического развития регионов самые сложные – 90-е. Это был очень сложный период противостояния двух людей власти – законодательной и исполнительной, противостояния вообще демократических сил и компартии. И, по сути дела, и дума второго созыва, она практически не располагала большинством кого-либо. Было определенное количество депутатов, которые считали себя независимыми. И в этом, конечно, была сложность найти компромисс всех заинтересованных сторон для того, чтобы в конечном итоге законодательство местное формировалось, и это приносило пользу всем людям области. Интенсивность и качество работы Третьей думы базировалось на опыте работы двух предыдущих, которые были первопроходцами. Наработали опыт, аппарат уже приобрел силу и опыт, и нам было, в общем-то, гораздо легче. Взаимодействие с исполнительной властью, вы как помните, проходило в жарких спорах. О спорах рождалась истина. Мы начали работать в январе 2004 года. Это как раз в апреле, вернее, в августе этого же года, был принят 122-й закон, так называемый закон о монетизации. И затем, конечно, очень свежо в памяти все то напряжение социальное, которое, в общем-то, имело место в каждом регионе, и у нас не исключение было. Людмила Ивановна Котик достаточно успешно и эффективно работала. Сергей Иванович Кондратенко, естественно. Фомина Галина Григорьевна, естественно, как председатель комитета по науке, образованию и культуре. Людмила Зюзина достаточно успешно и эффективно работала. Бещенко однозначно очень эффективно работала. Это люди, которые всегда умели слышать и слушать. Осень 2004 года и новая страница в истории Тульской областной думы. Впервые выборы депутатов прошли в том числе по партийным спискам. Ну, это нужно было сделать, потому что политическое движение в стране крепло, набрали уже силу многие партии, и нужно было проверить, каково влияние этих партий на людей, какова их программа, каковы политику, какую они проводят. Поэтому это был, в общем-то, интересный опыт, и надо было его, конечно, пройти. Я баллотировался по блоку как раз не партийному, а Тульский край. Мы провели интересную кампанию, и люди поверили в нас, и, в общем-то, отдали многие жители области голоса за наш блок. Мы набрали 10,26%, оказались на четвертом месте, вот разрыв был там, в принципе, небольшой, и нам удалось провести четыре депутата в областную думу. Мне это было проще, я вот перед этим, идя на выборы, выступал как одномандатник. Вот, и поэтому вот люди, дважды уже выбирая меня как одномандатника, и вот когда были только партийные списки, ну, конечно, они голосовали за меня как за одномандатника, но понимаю, что я олицетворяю партию «Единая Россия». Тульская областная дума стала своеобразным трамплином для политической карьеры целого ряда народных избранников. Некоторые из них из Думы областной шагнули в Думу государственную. Для меня была большая честь быть избранным в 2004 году по одномандатному округу в Тульскую областную думу и работать над совершенствованием законодательства Тульской области, над инициативами, которые были в том числе от граждан, которые притворялись в нормативно-правовые акты, позволяющие сделать жизнь туляков лучше. Мне всего было 23 года, когда я был избран депутатом по одномандатному избирательному округу, не было еще никаких партийных списков, была жесткая конкурентная борьба в одномандатных округах. Я вспоминаю нашу областную думу созыва 2000 года. Это яркий дебат, интересные позиции, непростое обсуждение многих вопросов. Следующая дума, конечно, она была более уже структурирована, уже меньше яркости, больше такой непосредственно законодательной работы. Но это действительно фундамент, тот фундамент, от которого исходили многие вопросы, связанные с развитием, в том числе и развитием политической системы. Вспоминаю фильм «Весна на Заречной улице» и песня «Та заводская и проходная», что в люди вывела меня. Это можно сказать о Тульской областной думе, потому что, когда я пришел, не зная регламент работы, порядок работы, как работать с законами, руководству думы и особое спасибо аппарату думы, которые с молодыми депутатами не по возрасту, а по работе в думе отдавали все свои силы и учили нас работать. Это мне очень приходилось. Для меня Тульская областная дума – это отдельная, что называется, сокровенная история. Как вы знаете, я избирался несколько раз, поэтому, безусловно, самые теплые, самые такие хорошие и воспоминания, и чувства, и отношения в том числе сейчас сохраняются. Я хочу сказать, что тот опыт, который наши коллеги приобрели в работе в областной думе, он их выгодно выделяет, ну, многих коллег, которые пришли с нашей области, вообще в Государственной думе, потому что это именно тот опыт, который удалось здесь приобрести. Сегодня законодательную базу развития региона обеспечивают уже депутаты Тульской областной думы пятого созыва. Рабочее место вполне привычное – зал второго этажа, а работа все та же – написание и принятие законов. Законов нашей тульской жизни. За прошедший период Тульская областная дума приняла закон о создании дорожного фонда. Результаты принятия этого закона каждый видит сам на себе. По моему округу, в котором я работаю, мы за 40 лет восстановили в первый раз дорогу. От Ботни до Заокс. Сегодня люди из деревень, прилегающих к этой деревне, могут свободно поехать не только в магазин, но и детей в школу отвезти. Для меня, кажется, это очень даже важно. Законы, которые принимаются, вносятся комитетом по социальной политике, во многом поменяли социальную направленность, поменяли благосостояние наших тульяков. Особенно, что касается вопросов материнства и детства, особенно многодетных семей, потому что мы этому вопросу уделяли очень много внимания. Уделяли очень много внимания по дошкольному образованию, по образовательной системе. То есть, те вопросы, которые напрямую связаны со здоровьем ребенка, с его образованием, с его воспитанием. Мы приняли законы. Первый закон – это закон о бесплатном выделении земельных участков для многодетных семей. Следующий закон – это каждый ребенок, выплаты на ребенка на каждого из многодетных семей составляют полторы тысячи рублей. Кроме того, с 1 января 2012 года вступил закон, который мы приняли, о региональном материнском капитале. Вы видите, началась очень большая работа по объединению муниципальных образований и сельских поселений. Эта работа ведется уже на протяжении двух лет, она будет продолжена. И в этом году нам нужно создать такие муниципалитеты, которые на сегодняшний день были бы и самоокупаемые, и те муниципалитеты, которые могли бы развиваться. Мы построили в Туле один бассейн, второй бассейн. Мы построили в городе Новомосковске большой ледовый дворец, коего вообще не было. И действительно, это очень хорошая арена, которой могут заниматься. И много же небольших физкультурно-озвитетных комплексов. Я думаю, что именно поддержка массового спорта должна стать тем оплотом, тем камнем, который позволит нам отвлечь наших молодых людей от тех пагубных негативных занятий, порой которыми они занимаются. В Туле учреждено звание ветерана Трудотульской области, в котором предусмотрена мера социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты. Также мы знаем, что президент Российской Федерации ставил задачу по повышению заработной платы педагогам школьных учреждений и дошкольных заведений с увеличением их до среднего уровня по региону. С этой задачей мы тоже справимся. Ну, наиболее мне, скажем так, запомнились больше всего законы. Это блок законов, касающийся земельных отношений. Это связано с установлением цены аренды земельных участков, определением выкупной стоимости земельных участков. Ну и, конечно, в этом году уже принятый закон, так называемый, о капремонте многоквартирных домов. Работа была, конечно, очень проделана большая, она была интересная. Вот, ну, результаты, ну, я надеюсь, что результаты, по крайней мере, по капремонту жители должны сейчас увидеть. Депутатская работа, работа, конечно, кабинетная. Заседание, слушание, принятие и обсуждение законов. Но не в случае с депутатами Тульской областной думы. И вот тому пример. Вот эти, собственно, это результат работы тоже Тульского парламента. Но не только субботники в свободное от работы время, еще, конечно, поддержка больниц, школ, детских садов, адресная помощь нуждающимся земелькам и, конечно, работа в округах, что называется, глаза в глаза. На встречах с избирателем принимаем и всю ту боль, и все те проблемы, которые есть, которые есть в обществе, которые есть у людей. И, безусловно, это нужные, важные задачи. К нам обратились жители поселка Первомайской с просьбой о восстановлении работы Вечного огня, находящегося здесь. Мы восстановили работу Вечного огня и на День Победы вместе с ветеранами его зажгли. Но, вообще-то, занимаясь законодательной деятельностью, мы, по сути, определяем правила развития территорий. И для того, чтобы работа шла эффективно, и, естественно, чтобы законодательная база была не просто создана, а была рабочей, естественно, как бы нужно работать, и мы это делаем в тесном контакте с нашими гражданами. В Тульской областной думе Пятого созыва трудится, по сути, целых два состава депутатов. Впервые был создан молодежный парламент в апреле 2010 года при Тульской областной думе Пятого созыва. На сегодняшний день молодежный парламент – это организация, дающая возможность молодым людям реализовать свой творческий потенциал в сфере законотворчества, заниматься общественно значимыми проектами, реализовывать свои идеи и воплощать их в жизнь. Сегодня Тульская областная дума – это профессиональная команда законотворцев. Областная дума Пятого созыва совместно с губернатором, совместно с правительством региона работает над улучшением жизни туляков. Все законы, которые рассматривает и принимает Тульская областная дума, направлены исключительно на решение региональных задач улучшения жизни на территории Тульской области. За 20 лет существования Тульской областной думы удалось фактически полностью сформировать региональное законодательство, сформировать те законы, которые регулируют жизнь непосредственно на территории региона. На сегодняшний момент туляки живут в ситуации стабильного законодательства, и это законодательство, как я уже говорил, направлено исключительно на повышение уровня жизни, повышение инвестиционной привлекательности региона, создание новых рабочих мест, регулирование вопросов местных отношений, лично-коммунального сектора и так далее. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, в этом году мы отмечаем юбилей – 20 лет Тульской областной думе. За этот период депутаты Тульской областной думы приняли очень много важных и нужных законов для развития области. Благодаря слаженной работе депутатов Тульской областной думы и правительства Тульской области, у нас есть все возможности для того, чтобы область развивалась быстрее и качественнее. Основная задача нашей совместной работы – это улучшение качества жизни туляков. Уверен, что в будущем, а именно в 2014 году нам предстоит с вами избрать новый состав депутатов Тульской областной думы, наша работа будет развиваться еще более плодотворно и эффективно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова